Еду, 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 и пришёл автобус такой красивый, новый, кабина у водителя с вот таким стеклом интересным, на местах картинки, на окне тоже. Новенький автобусик, такой красивенький, места мягкие, приятные, прелесть. Кружка 12 рублей, это уже слишком. Субтитры делал DimaTorzok Двенадцать, 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 вместо два и три. Ужас. Один шарик, три руля. Это гирлянда. Цена в этом году уже тоже двенадцать. Да, цены как на дрожжах. Гирлянды есть разные. Вот такие вот металлические, жёлтенькие и с шишками. Никто не расхватывает в этом году тишина. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Ну что, обходила я везде. Всё сделала, всё сделала, всё узнала. И сейчас я уже дома. Сейчас я вам покажу, что я купила. В фикс прайсе я купила только один такой пакет и один такой. И вот сейчас я ему положила пол пакетика, чтобы не засыхало много сразу. Он вырезал только так, но я не думаю, что он очень хотел есть, потому что утром где-то в восемь часов он ел большую печенку. Ну, значит, ему это очень понравилось. Но, ёлки-палки, целый рубль 75 грамм всего лишь. Это какой-то кошмар. И взяла салфетки, потому что в комнате у меня салфетки закончились. На кухне лежат, но мне надо, чтобы у меня лежали под руками, если вдруг стол протереть или там что-нибудь. Садишься за стол, пыль всегда на телефоне, на компьютере, везде. Больше ничего. Только на цены посмотрела. А цены я вам показала. Ну, и ехала на троллейбусе, думаю, зайду-ка я на базар. Но далеко не пошла. Взяла батон. Хотела взять баранки. Она говорит, они не очень свежие. Я говорю, а батончик свежий? Я говорю, дайте мне половинку. Она мне дает целый. Я говорю, мне целый не надо. Она говорит, теперь он считается маленький и по такой цене, как половинка. Что это за батон? Батон какая-то лучоса, но только не та лучоса, которая была раньше. У Артура взяла 100 грамм стекляшек. Стекляшки взлетные. Захотелось мне кисленьких конфеточек. И увидела, что яблоки по рубль пятьдесят на одной точке. Взяла здесь больше килограмма. Но мимо яблок я никогда не могу пройти, если они не такие дорогие. Пришла. А у меня тут в почтовом ящике лежат мокрые газеты. А почему они мокрые? Вероятно, вероятно, дождь, когда ночью шел, он налил в почтовый ящик. Залил весь. Но сейчас читать не будем, потому что это надо смотреть, искать, что интересно, и потом только вам рассказать. А я вам хочу рассказать. Думаю, что может кому-то это пригодится. У меня для того, чтобы получить деньги с Ютуба, у меня специально делалась карта Альфа-банк. Я не знаю, можно ли было это делать другую какую-то. Но когда я ее делала, я общалась с Инной Мулайф, и она мне объяснила, какая карта должна быть. А карта должна быть та, на которую можно перечислять доллары. И чтобы доллары эти же и снять. Но их можно и снять с долларами с этой карты, можно снять белорусскими. Ну, естественно, я белорусскими никогда не снимала, потому что эти деньги я не тратила. И они у меня хоть это раз в год, хоть это в полгода, и потом вот раз в четыре месяца. Они у меня, в общем, это неприкосновенный запас. Это только к отпуску. Вот. Так, кофеек мой там. Еще немножко ему осталось. Вот. Ну и карта у меня заканчивается. А сколько она у меня? Два года, наверное, было или что. И я хотела узнать, до какого числа, как это вот, если там написано 0,1, это до 0,1 или еще до 0,2. Мне объяснили, что в январе она еще это самое. И теперь вот мне надо каким-то макаром заработать за три месяца сто долларов, чтобы успеть их получить, и когда закончится карта. И потом уже делать новую карту. Вот. Но теперь такой карты уже нету. И карта, которую мне дадут на три года, будет стоить 4,90. Это пять долларов каждый месяц. Не в год, не за три года, а каждый месяц. Представляете? Пять долларов каждый... Нет, не пять долларов. Пять рублей – это два доллара. Два доллара. Но это тоже немало. Это тоже немало. Если я заработаю сто, еще восемь у меня отсчитают. Вот. Но это как-то надо будет как-то платить, вероятно, даже не знаю, как там будет. Потому что перечисление-то будет, как я заработала, только тогда мне на эту карту придет перечисление. А за нее-то уже надо будет заплатить каждый месяц. В общем, я пока еще не стала особенно заморачиваться. И девушка мне объяснила. Если вы хотите, чтобы карта была бесплатная, я должна ей пользоваться. Не так, что вот я только получила эти деньги, сняла, и все, карта у меня лежит. Я должна ей пользоваться. Я говорю, как? Что значит пользоваться? Ну, вы должны покупать товары, оплачивать ею все. Опять. Вот. Я говорю, и сколько я должна купить этого товара? Знаешь, что-то мне назвала какие-то цифры, я не поняла. Я не поняла. Вот. Я говорю, так оплачивать же я должна белорусскими, если в магазине, допустим, продукты какие-то покупаю или... Так, кто-то ко мне, кто-то ко мне пришел. Съел пол пакета, поел сушки, морфушки. Вот. Ну, и она говорит, вам тогда надо сделать две карты. Долларовую и эту самую, и русскую, белорусскую. Значит, ну, счет же у вас все равно один, поэтому какой картой вы будете оплачивать, то и будете оплачивать. Ну, это будет считаться, какой бы вы ни оплатили. Так, куда, дорогой? Куда это ты? Куда это ты собрался? Шмяк! Ты куда? Куда? Вот. Ну, и... Короче, две карты делать. Но они бесплатные, вы будете покупать, будете... В общем, я сказала ей спасибо, получила свои деньги. И думаю, ну, что мне сейчас забивать голову. Через три месяца, через четыре... Мне надо, чтобы было через три, чтобы я успела до того, как у меня карта закончится. А у меня так не получается. Как бы я ни старалась. Одно видео выкладывала, два видео выкладываю, и все равно получается ерунда. И все равно получается ерунда. Вот. В общем, вот так вот, мои дорогие. И вот так вот я сегодня прогулялась, узнавала, и... Ну, когда тогда нужно будет? Я думаю, что она сказала, что за неделю карту делают. Поэтому я могу прийти где-то во второй половине января. А там уже нечего мне даже и спешить, потому что... Если я успею, как это... Если мне надо будет быстрее получить деньги... Ой, что ты вцепился! Ой! То надо будет, конечно, в январе эти. Нет, значит, там уже и торопиться нечего. Так что, дорогие мои, если у вас карта Альфа-банка, вот, вот узнавайте там своих, если вы получаете денежки на свою карту. Узнавайте, как у вас там, что у вас. Ну, вот у нас вот так вот мне объяснили. Я вот не знаю, можно ли мне перечислять, допустим, вот эти же самые деньги на Приор-банк. Но тогда почему-то, когда я это всё делала, когда я начинала это всё, мне сказали, что только на Альфа-банк. И, наверное, может быть, и Ариша заказывала, но она вообще не пользовалась этой картой. Ей она не надо было, но, говорит, раз она бесплатная, давай закажем. И вот тогда вот эту карту нам привезли ей и мне бесплатную домой. Вот. Надо будет мне узнать в Приор-банке, потому что там тоже можно сделать карту долларовую. Может быть, у меня с этим будет меньше хлопот, но там карта будет дорогая. Там тоже дорогая карта будет. Вот я переделывала карту, у меня закончилась. Я заплатила за 4 года, я заплатила 15 рублей. Вот. Это тоже... Тоже они не предлагают эту карту даже. Они предлагают... Я же вам рассказывала, кто смотрел это видео, что они тоже предлагают, что надо там 3,90 платить каждый месяц. Я говорю, а зачем мне такая карта? Мне надо вот такая, вот как у меня было. 15 рублей я плачу, и всё, 4 года я пользуюсь. Но она нигде у них не записана. Нигде. Вот эти вот бланки, которые они там расписаны, какую карту можно взять. Только пенсионную. Берите пенсионную. Я говорю, мне не надо пенсионная карта. Мне устраивает, что я могу получить на почте деньги свои наличными. Я хожу на рынок в основном. На рынке никто не продаёт по картам. Ну, если только там пару магазинов. Всё остальное это... Всё это наличные деньги нужны. Зачем оно мне надо? Если мне надо, я пошла, положила в банк какую-то сумму. Заплатила телефоны. Все там... Фаверлик заплатила. И всё. И этот... И интернет с компьютера. Вот. Интернет. А если я буду платить на почте, с меня ещё 60 копеек возьмут. Вот за каждое попробуй заплатить по 60 копеек. Представляете, какие? Да. И ещё новости. То, что я сегодня снимала денежку, с меня ещё взяли 2 рубля. Я говорю, раньше же было бесплатно. А она говорит, вот с июня или с июля. Говорит, теперь вот за то, что вы снимаете через кассу деньги, то 2 рубля. А если вы пойдёте в автомат, а там только белорусские деньги, то там вы ничего, у вас он автомат этот брать не будет. Но я говорю, не надо мне белорусские, я хочу доллары. А снять... Я уже потом стояла и думала пока в очереди, а может надо было снять белорусскими, а потом купить доллары. Но я думаю, что это надо стоять, считать, пересчитывать. Ведь тоже там пойдут они совсем по другой цене, как я их как бы обменяла, а потом куплю, как бы я их купила. Так что и там, и там, и там. Как-то моя Света говорит. И там говно, и там на... Вот так вот. Ой, простите. Ну я уже не... Есть такая пословица. Вот так вот, девочки. Вот так вот я сегодня съездила. И в Пикс Прайсе не порадовалась. Совершенно. Я даже и снимать не хотела видео. Немножечко там кусочек сняла, показала вам эти цены. 9-12. Чашка, кружка, 12 рублей. Офигеть. Офигеть. Народу совершенно нет. Совершенно в магазине нет. А это такое уж бойкое место, где автовокзал. Там люди приезжие, и свои, и чужие. Они там как-то вот, когда его открыли, у них как-то было народу там побольше. Сейчас народу совершенно нет. Я не знаю, как вот в России. И там ведь тоже цены подросли. Вот я смотрю, мисс Хелен, по-моему, тип-топ, тоже показывает и 249, и еще какие там цены. Тоже цены хорошие. Но, вероятно, там вот от этих вот 249 люди получают, наверное, 15 тысяч. Может кто-то больше. Я не знаю, какие у вас там зарплаты, но у вас же под тысячами вы получаете. А тут получается, вот если я получила 400 рублей, и 12 рублей это уже стоит. Это уже очень дорого. И уже это совершенно не хочется покупать. А молодым как? А молодым как? Которые зарабатывают вот эти же 400 рублей. Им же вот это вот все надо. Им все это хочется. Это вот в моем возрасте уже у меня открываешь шкафы, и там все есть. За много лет. Ну, покупал же что-то, допустим, к Новому году. Там какие-то вот шарики. Самое интересное, что вот эти вот шарики, которые я синие купила в три цены, за 2,50, там такие же тоже. Шесть шариков стоят 6 рублей. Где логика? А никакой логики нет. А вот, вот, вот такие вот пироги с котятами у нас. Короче, короче, я сегодня узнала. Ну, теперь к этому надо привыкать. Надо обдумывать. Надо рассказать о Рейше для того, чтобы она поняла и мне все разжевала и объяснила, как мне это сделать лучше. Потом мне надо, наверное, сходить в Приорбанк. Узнать там, как это, что. Я им давно пользуюсь тоже. И зачем мне Альфа-банк тогда, если я смогу, допустим, взять, допустим, за 15 рублей карточку в Приорбанке на 4 года и сидеть спокойно. Вот. Вообще я не люблю карточкой пользоваться. Так, я в магазине ничего с ней не рассчитываюсь. То есть у меня есть статус-банк. Это в магазине тоже, когда у меня была карточка Евроопта, а потом они почему-то решили ее менять на статус-банк. И в статус-банк тоже можно туда ложить деньги. А зачем мне надо? Мне это не надавало. Я ее предъявляю только тогда, когда я делаю покупки, чтобы мне скидку делали. А сейчас, кстати, тоже какая-то ерунда. Раньше вот я набрала товаром, я оплачиваю, и у меня сразу же просто снимают вот эти вот, то, что мне там были какие-то наценки какие-то, мне скидки эти за счет, за то, что карточка. А теперь у меня девушка на кассе спрашивает, а вы будете снимать вот эти вот, что у вас значит? Я говорю, а почему вы меня спрашиваете? Конечно, снимайте. Ну, может, кто-то хочет их собирать, чтобы они лежали на карте в банке. Я говорю, господи, там бывает-то копейки. 30-40 копеек с этих самых, с 10, с 15 рублей. Я говорю, значит, что я их буду собирать? Я вон собирала в Доброноме. У нас когда на рынке был магазинчик, этот Доброном, и у меня есть карточка. И я вот так вот каждый раз думала, ну, пускай они собираются, больше соберутся, и потом я их что-нибудь сразу такую, какую-нибудь приду, вот мне что-то будет надо, я сниму. Что, магазин закрыли? Магазин закрыли, его теперь нету. Карточка у меня есть, и деньги там на этой карточке, вот эти вот, сохранились, и они там лежат. Кому? Никому. Так, что ты тут? Что ты тут подскребаешь, а? Ты мне стул не скреби. Ах ты, мой хороший. Ах ты, мой хороший. Понравилось тебе это, да? Это тебе понравилось. Я потом попробую тебе еще дать вечером этой самой с другой. Вот. Придется покупать. Ну, не кормить же его одной сырой печенкой. Утром, в обед и вечером. Не потому, что мне, допустим, жалко, а потому, что это же вредно. Да, еще почитала сегодня в интернете, что надо печенку отошпаривать. Ну, ладно, ошпарим. Все для тебя, мой дорогой. Все для тебя, мой любимый. Только ты неслушный. Такой неслушный. Ну, чувствует тепло, не хочет дома ночевать. Ну, что, девочки, я объяснила толково вам, или вы ничего не поняли о том, что я говорила. Так что, если у кого такая же проблема, как у меня, подойдите в свой банк и напишите вы вообще мне, если меня смотрят те, кто тоже блогер. Вы мне напишите, пожалуйста, как вы получаете эти копейки свои. Потому что есть у меня, я знаю, что есть блогеры, которых тоже, как и у меня, такие вот заработки копеечные. И как вы получаете, и на какой банк, или вы как-то какими-то этими самыми почтовыми переводами. Напишите мне, пожалуйста. Мне будет тоже это интересно, и может быть, я как-то иначе что-то сделаю. Ну, на сегодня все. Кофейку я попила. И пора бы, наверное, уже пообедать. Супчик я вчера сварила. Суп у меня получился вкусный, посолевый. Мяса там было много, вот этого куриного, с этой грудки. Вот, надо попробовать ему вареную дать грудку. Нет. Сырую бы дала, он бы ела, а вареную навряд ли. Но попытка не пытка, правда? Продолжение следует...